Hello there! Привет, друзья! Часто ли в целях экономии времени вы сокращаете слова и пишете с вместо спасибо или н за ч вместо не за что? Носители английского языка делают это очень часто. Предлагаю разобрать самые популярные смс-сокращения, чтобы быть в теме и свободно общаться с носителями языка. Меня зовут Рита, вы смотрите канал Puzzle English. Here we go! Бывало ли у вас такое, что вы делитесь секретами с подругой или другом, а рядом неожиданно появляются родители, которые так и норовят заглянуть в ваш телефон? В таком случае, чтобы предупредить своих друзей об опасности, вы можете написать им Так ваши друзья поймут, что следует как можно скорее сменить тему разговора, пока тревога не будет снята. А знакомо ли вам это чувство То чувство, когда эта фраза очень часто используется в мемах или когда вы описываете свой эмоциональный опыт, как позитивный, так и негативный То чувство, когда слышишь, что любимый заехал за тобой. Приятно, согласитесь? А если вы заканчиваете переписку и прощаетесь с другом, то можете отправить ему аббревиатуру See you later. Увидимся! Эту аббревиатуру, кстати, лучше использовать в классических смс-сообщениях, а в соцсетях это уже не так модно А если же вам частенько приходится выслушивать жалобы друзей на жизнь, запомните аббревиатуру Ну, например, ваш друг говорит Мама заставляет носить меня эту уродскую футболку Я понимаю твою боль, дружище Держись Идем дальше I am you Аббревиатура от I miss you Отправьте ее кому-то, кого давно не видели и по кому сильно скучаете Дорогая, я по тебе очень скучаю Следующая аббревиатура точно знакома любителям мемов POV Point of view Ее изначальное значение до мемов это с моей точки зрения From my POV it looks great С моей точки зрения это выглядит круто А в мемах POV используется, чтобы задать контекст Типа представьте себе что-нибудь А теперь представьте Вы посмотрели ролик в интернете, в котором автор обещал вам, что в конце будет какой-то нереальный экшен Вы его досмотрели, а там ничего интересного Чтобы выразить свое недовольство, можете написать ему в комментариях CWOT Complete waste of time Бессмысленная трата времени I only washed the car yesterday and it's filthy again CWOT Только вчера помыл машину, а она уже снова грязная Complete waste of time Бессмысленная трата времени Сейчас мало кто любит читать лонгриды Это длинные статьи на какие-либо темы И если вам такая попалась, вы начали ее читать, но не осилили Используйте аббревиатуру TLDR Too long, didn't read Много текста, не дочитал Еще одно частое сокращение из соцсетей IRL In real life В реальной жизни И последняя аббревиатура на сегодня SOML Story of my life Когда кто-то делится с вами историями своей жизни, а у вас есть похожее или вы делали то же самое Можете ответить SOML Обычно это используется в негативном контексте Например I just missed on the best opportunity of my life Я только что упустил лучшую возможность своей жизни SOML man Со мной постоянно та же фигня, чувак Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если это видео было для вас полезным и вы узнали много нового Пишите в комментариях, какие английские аббревиатуры вы используете в общении с носителями языка Меня зовут Рита, с вами был нескучный английский от Puzzle English See ya Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok